Я заметила, что невозможно без улыбки смотреть на ребёнка. Почему? Потому что он не переживает о том, как он выглядит. Он естественен, искренен и чист. С возрастом редко кому удаётся сохранить эту чистоту и индивидуальность. Мы загоняем себя в определённые шаблоны, формы, поведения, навязываемые нам этим миром. Нашу героиню Валентину Носкову. Мама с детства учила быть строгой в отношениях с парнями, хранить себя для мужа. Став студенткой, Валентина столкнулась с другим взглядом на это. Давайте посмотрим, что она выбрала для себя. Самая большая мечта в моём детстве была выйти замуж один раз и на всю жизнь. Валя боялась повторить судьбу своей мамы, которая трижды выходила замуж, но в итоге всё равно растила маленькую дочь одна. Так как я жила в бедной семье, мама мне с самого детства говорила, что ты должна выйти замуж, сохранив себя. Вот это самое твое большое преданное. Потому что, говорит, я для тебя ничего собрать не смогу. С самого детства мама старалась привить дочери высокие моральные ценности, и у Вали получалось жить по маминому наставлению. Но после поступления в Институт искусств на факультет хореографии, Валя стала сомневаться в правильности маминых слов. Я увидела совсем другое мнение по этому поводу. Все девочки, они встречались с парнями, жили с ними. И я поняла, что какая-то разница между тем, что говорила мне мама, и между тем, что я вижу в реальной жизни. Я не могла понять, где есть правда. То ли то, что мне мама на протяжении стольких лет говорила, то ли то, что я вижу в реальной жизни. Вот мне было сложно, потому что все девчата, они склоняли меня к такой же жизни, как и они. Внутренний конфликт усугубился, когда Валя стала танцевать в ночном клубе. Вскоре ее моральные ценности с детства привитые мамой пошатнулись. Я стала встречаться с женатым парнем. В тот момент я переживала очень такие двоякие чувства. С одной стороны, да, хотелось чего-то нового попробовать, да. Все же предлагают, там, иди, встречайся, иди, переспи с мужчиной. Вот. А с другой стороны, я понимала, что это не очень хорошо, потому что у него есть семья, у него есть дети. И мне не хотелось разбивать эту семью. Всю жизнь мне мама говорила, ты должна себя сохранить. И эти слова, они так сильно крутились в моей голове, что мое сердце просто не выдерживало. Непрекращающаяся внутренняя борьба буквально разрывала Валю на части. Сильная внутренняя такая борьба внутренняя. Что же делать? Как же быть? Где же найти выход? Где же правда? Что правда? То ли это правда, то ли то правда? Да. И где же те люди, которые мне подскажут? Ответ пришел через девушку, которая работала официанткой в том же ночном клубе, где танцевала Валя. Она мне рассказала о Боге. Она мне рассказала, что есть выход, что есть совсем другое мнение на все мои вопросы. В общении с ней я поняла, что она меня поддерживает, что есть какие-то другие люди, которые имеют другое мнение, которые стремятся к чистоте, которые стремятся к святости. Да, я чувствовала себя нечистой. Мне хотелось вырваться из этой грязи, хотелось как бы искупаться в чистоте. Я ей сказала, вот как мне снять с себя этот грех? Как мне очиститься? Она говорит, тебе надо просто покаяться. Я говорю, как это сделать? Девушка предложила Вале помолиться. Я сказала, Иисус, прости меня за все мои грехи, помилуй меня, очисть меня и дай мне новую жизнь, дай мне новое сердце. Когда я слова эти сказала, я почувствовала какое-то облегчение. Я поняла, что что-то со мной произошло, что все это смыло с меня, что я стала чистой. Вскоре Валя стала посещать церковь и изучать Библию. Найдя Бога, она поняла, что мама была права. Осуществилась Валина мечта. Здесь, в церкви, девушка встретила парня, который позже стал ее мужем. До этого я думала, что вообще не существует женщин, девушек, которые бы хранили себя в чистоте, святости. Когда я ее увидела, ее улыбка, это как лучик солнца, такой открытый, именно ласковый, нежный взгляд, такой счастливый. Осуществились все мои мечты. Когда я встретила Сашу, я поняла, что это именно тот человек, о котором я мечтала всю жизнь. Это частичка, наверное, про его сердце. Это часть меня, это родное. Когда я покаялась, я поняла, что Иисус, Он для меня все. Он простил все мои грехи. Он спас меня от прошлой жизни. Он подарил мне новую жизнь. Он дал мне чистоту, свет, радость, любовь. Он дал мне то, о чем я мечтала. Я очень внимательно смотрел в Валины глаза. И знаешь, что я понял, что если бы мы попросили ее несколько лет назад публично рассказать о своих переживаниях, она бы не смогла этого сделать. Почему? Потому что грех как бы запинает, он закрывает рот. А теперь она говорит о таких вещах, как бы интимных. И в то же время она не боится об этом говорить и не стесняется об этом говорить. Потому что когда человек находится уже во свете, он не стесняется свидетельствовать о том, что Бог вывел его из тьмы во свет. А я все время думала, когда смотрела этот сюжет, о том, что насколько сильно влияние мира, насколько человек совершенно, особенно молодой человек, девушка молодая. Все нашептывают, все шишутывают. Он действительно, вот говорит, как бабочка на свет. Она летит и не понимает, она там погибнет. Она летит на свет, там она погибнет. И она летит все равно, не может ничего сделать. С временем ее как бы влечет, как волной. Ну так вокруг столько же доброжелателей. Все подсказывают, как надо, как нормально жить. Насколько важно, да, оказаться в том месте, где на тебя будут влиять Божьи стандарты, Божьи истины, Божий свет. Следование Божьим стандартам действительно может сделать человека абсолютно счастливым и гармоничным. И наоборот, любой компромисс в этой сфере, любая нечистота может привести человека к болезням, даже к полному разочарованию в себе и окружающих людях. Недаром апостол Павел в своем первом послании к Коринфянам, 6 глава 18 стих, написал «Бегайте блуда, избегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Вы думаете, а что я такое делаю? Ведь все так живут, я же не хуже других. Но каждый будет стоять перед Богом и давать отчет о том, что он сделал самостоятельно. Он скажет, расскажет Богу, что он сделал с жизнью, которую Бог подарил ему. На что потратил свою жизнь? На то, чтобы уводить чужих жен или мужей? На нечистые взаимоотношения, не имеющие никакого смысла и продолжения? Кому вы подарили свою чистоту и святость? Ведь это все бесценно. Оно стоит настолько дорого, что Бог не пожалел Сына Своего и отдал Его на смерть, чтобы искупить этот грех и дать нам возможность выйти из этого греха, возможность восстановить нашу подлинную личность, живую и настоящую. Давайте помолимся Богу. Если у вас есть эти проблемы, если в вашем сердце есть неуверенность, откройте свое сердце для Бога. Скажите Ему простые слова. Он ждет, что вы обратитесь к Нему. Дорогой мой небесный Отец, Ты мой Творец, Ты мой Создатель, Ты соткал меня в череве Матери, Ты дал мне жизнь, Ты послал Сына Своего, Иисуса Христа, за мой грех, чтобы я, грешник, мог прожить эту жизнь, данную Тобой, в чистоте и святости. Я сегодня принимаю Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем. Я принимаю Его жертву на кресте. Я верую, что Иисус Христос есть Бог, Который умер, воскрес и сейчас живой. Я благодарю Тебя, Небесный Отец, за то, что Ты послал Духа Святого, чтобы мне не было одиноко на этой земле, чтобы Он утешал меня, наставлял меня, направлял меня. Я благодарю Тебя за все, за всю Твою заботу, мой великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Будьте послушны Богу. Следуйте за Ним туда, куда Он поведет вас. А мы с нетерпением будем ждать ваши живые истории. Вы можете написать нам или позвонить. Встретимся через минуту. Наш телефон 8 800 299 88 бесплатный по России.